Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня я бы хотела с вами поговорить о таком зимнем занятии, которым занимаются не часто, о нашем зимнем огороде. Многие наверняка пробовали выращивать на подоконниках лук зеленый, выращивать петрушку выгонять, проращивать семена укропа, базилик. Но все мы неоднократно сталкивались с тем, что выращенные без досветки, эти растения не имеют ни того вкуса, который имеют летние растения, не имеют ни того приличного вида красивого. И в принципе у нас получается больше хлопот, чем удовольствие от такого огорода. Что же предложу вам я попробовать в этом году? Возможно, вам этот метод тоже понравится, и вы возьмете его за основу своего зимнего овощного рациона. Это проращивание различных культур, семян, в которых мы обычно собираем в избытке. И мы можем обеспечить себя запасами этих семян сами, либо приобрести в каких-то торговых точках за совершенно небольшие деньги, получить очень полезный диетический продукт, который помогает нам обогатить свой рацион витаминами, ферментами, минеральными веществами, ну и в целом обогатить именно вкусовые качества того, что мы готовим зимой. Вот здесь вы у меня можете увидеть проростки. Это листовая горчица. Так выглядят проростки любых растений семейства крестоцветные. Чаще всего для проращивания используют такие культуры, которые вы можете сами легко вырастить и собрать семена, как листовая горчица, капуста брокколи. В принципе, любая обычная качанная капуста тоже для этой цели подойдет. Главное, чтобы семена были собственного сбора, либо достоверно необработанные химическими веществами для повышения всхожести или для снижения повреждения вредителями. Кроме того, кроме различных капустных семян, мы можем получать проростки из различных растений семейства бобовые. Вот здесь мы видим, например, горох. Также всем рекомендую попробовать проростки такого растения, как подсолнух. Совершенно неожиданно, но очень вкусные проростки. Вообще есть одно такое небольшое замечание. Очень самые вкусные проростки получаются из семян, в которых содержится в качестве запасных веществ большое количество масел различных. Это соя, это подсолнух. Вот такие семена, они всегда дают очень вкусные и сочные проростки. В принципе, рекомендую всем проэкспериментировать с различными вариантами растений и выбрать свое собственное любимое растение для проращивания. У меня, например, получилось, я проращивала много различных растений, в том числе различные злаки, с которых, в принципе, большинство и начинает проращивание. Это пшеница, ячмень, рожь, тритикали, любые злаки можно проращивать. Главное, чтобы семена были продовольственного качества, чтобы они не были обработаны ядохимикатами различными. Злаки как-то мне не очень понравились. Вот у меня сложилась своя тройка лидеров. Это проростки, которые нравятся по вкусу не только мне, но и членам моей семьи и многим моим знакомым. Они являются неотъемливым компонентом большинства моих зимних салатов. Это проростки гороха, это проростки подсолнуха и проростки листовой капусты. Вот это моя тройка лидеров. Возможно, у вас появятся свои собственные предпочтения. Как же выполняется само, собственно говоря, проращивание? Это несложно. У меня, вы видите, специальное приспособление для проращивания, которое я приобретала в Польше. Оно состоит из сплошного поддончика, на который ставятся поддоны с рифленой поверхностью, в которых есть отверстие для стока излишней воды. И сверху поддонов несколько штук идет в комплекте, таких дырявых, а к ним сверху идет крышечка. Совсем не обязательно иметь для проращивания растильную, хотя она, конечно, намного облегчает жизнь. В такой растильне, кроме получения проростков, вы можете проверять схожесть своих семян на посадку, собственного сбора семян, а если или какие-то по обмену полученные. Вы можете в ней проращивать понемножку, когда у вас небольшое количество семян, и вы хотите убедиться, что ваши проростки живы-здоровы, и потом переносить их в грунт. Я ее чаще всего такую растильню использую именно для получения проростков в еду. Можно использовать для этой цели любую емкость, которая у вас имеется. Главное, чтобы она была водонепроницаемая и имела крышечку. Количество воздуха, которое попадает в семена, оно, конечно, имеет значение, но не настолько. В принципе, семена обычно в такой емкости, если вы ее плотно не закрываете, это классический, обычный икеевский контейнер, ничего здесь сложного нет. Что нам понадобится? Чаще всего, если мы проращиваем крупные семена, например, такие семена, как горох, такие семена, как соя, либо подсолнух, эти семена для успешного проращивания необходимо замочить. Мы насыпаем наши семена в контейнер, так, чтобы это был слой не больше толщиной, чем два семени. То есть это должно быть не очень толстый слой, чтобы семена все могли нормально пропитываться влагой, но при этом не задыхались от недостатка воздуха. Семена заливаем водичкой. Совершенно не имеет никакого значения, какого качества у вас вода. Ну, желательно, чтобы она была чистая. Любая питьевая вода подойдет для этой цели. Но замачивание длится в зависимости от того, какая величина семени и что у нас в качестве запасного вещества в этом семени. В среднем 5-6 часов. Ну, у некоторых культур это может доходить и до 8 часов. Я обычно замачиваю семена с вечера. Перед сном наливаете водичку, накрываете контейнер крышечкой, чтобы оно не пересыхало, и оставляете на ночь. Утром, как правило, семена уже набухают. Если у вас не имеется растильни, для этой цели используется такая же емкость, в которую на дно кладется бумажная салфетка. Можно использовать кухонное полотенце бумажное, очень хорошо они для этой цели подходят. Либо любую другую бумагу пористую, которая хорошо впитывает. Кладется на дно слоем в 3-4 сложения. Сверху мы выкладываем наши семена и наливаем водички так, чтобы она чуть-чуть, буквально на миллиметр, подымалась над поверхностью нашей бумаги. И накрываем наши семена крышечкой. Если у вас в помещении достаточно тепло, то проростки начинают появляться уже буквально на вторые сутки. У таких культур, у которых мелкие семена, которые даже не обязательно замачивать, например, вот листовую горчицу я никогда не замачиваю семена, я ее просто кладу сразу в растильню, она прекрасно прорастает и без замачивания. Они уже буквально вы вечером, утром положили на проращивание, вечером у вас уже появляются, корешочки наклевываются. Но вот этим проросткам 4 дня. Это 4-дневные проростки. То есть вот они при теплых условиях, у меня в квартире порядка 23 градусов температура воздуха, я их не ставлю ни на подоконник, никуда, они стоят просто на обычном кухонном столе. И в принципе вот они за 4 дня вот так вот прорастают. Если вы прорастили слишком много семян и сразу не готовы съесть такое количество, то семена промываются просто проточной водичкой и складываются в контейнер, убираются в холодильник, в отделение для овощей. Там ваши семена, проростки ваши, уже это не семена, уже проростки, как семена их уже сложно использовать, они могут храниться в порядка недели. Ну, как правило, за неделю вы их съедите, ничего с вами не произойдет. Какие есть особенности? У такой культуры, как горох, в первый день обязательно проконтролировать необходимо состояние наших семян. Как правило, уже через сутки видно, что есть семена, которые у нас не прорастут. Они чаще всего покрываются таким легким пушистым налетом. То есть это семена, которые были повреждены грибными инфекциями еще на стадии своего образования. Такие семена не прорастают ни в грунте, ни в растильне. Естественно, такие семена надо вынуть, промыть наши семена и поставить их проращиваться дальше. У подсолнуха очень часто семена, практически все семена, покрываются таким белым пушистым налетом. Это грибы, но эти грибы для нас малоопасны. И они чаще всего, как бы, если вы их пару раз промоете, они удаляются с поверхности, и все наши семена хорошо прорастают и получаются отличные росточки. Каким образом употребляют в пищу проростки? Каждый относится к этому по-разному. Кто-то считает проростки чуть ли не панацеят всех бед и употребляет их как лекарство. Небольшими дозами утром натощак съедают по чайной ложке или по столовой ложке, в зависимости от того, какая культура проращивалась. Делают соки, делают смузи из проростков. Я, честно говоря, так не заморачиваюсь. Я считаю, что это обычная еда, которая должна употребляться именно как еда. Проростки таких культур, как капуста, таких культур, как подсолнух, имеют очень приятный вкус в сыром виде. Я их добавляю обычно в любые овощные салаты. Такие проростки, которые получены из семян бобовых культур, очень часто используются в салатах и в супах. Я надеюсь, что для себя вы откроете новые способы применения обычных огородных растений, откроете новые блюда и будете проращивать наши семена не только для того, чтобы получить новые растения, но и для того, чтобы получить новые необычные вкусы в своем питании. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я буду с удовольствием отвечать на ваши вопросы в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok